всем привет у нас новая лекция и лекция достаточно большая концовки предыдущей лекция немного слукаял поскольку тестированием в данной лекции мы заниматься не будем потому что собственно говоря нам нечего тестировать и как следствие написание функционального кода я выделил в отдельную лекцию иначе она была бы супер длинная если бы нее добавилось еще каком тестирование с другой стороны это даже хорошо поскольку данное разделение показывает итеративность процесса разработки то есть мы разрабатываем фичу а потом ее тестируем и конкретно в этой лекции мы разрабатываем фичу мы напишем примитивную механику инвентаря у нас будет несколько типов пикапов геометрических фигур и у каждого пикапа будет хранить количество очков которые мы получаем когда его подбираем для этих целей мы создадим с вами собственные типы и нам и структуру далее мы спроектируем непосредственно класс инвентарь и этом класс пикапа которым будет примитивная коллизия и когда наш персонаж пересекает данный пикап то мы будем добавлять очки пикапа специальный контейнер который будет находиться в актер компоненте наши персонажа инвентарь и компоненте который мы также с вами создадим компонента также будет достаточно простенький интерфейс функция добавления данных очков и также функция которая будет разрешать общее количество очков в зависимости от типа пикапа и эта функция будет также доступна блюпринтах она нам потребуется для вывода информации в интерфейс виджеты хранить все данные мы будем в ассоциативном массиве в тмп весь код который мы видим мы напишем с нуля и также посмотрим как себя обезопасить если какие-то данные у нас блюпринтах будут не установлены достаточно подробно поговорим о и нам их посмотрим как получить все элементы нам а как проитерировать по ним и также разберемся как конвертировать элементы нам а строчку помимо кода мы также по программируем на блюпринтах поскольку часть логики чисто декоративная поэтому ее можно оставить блюпринтах создадим блюпринт наследника нашего си плюс плюс класса пикапа и при добавлении пикапа на сцену мы с вами его сможем настроить во-первых рандомно будет устанавливать цвет для текста и материала также в зависимости от типа у нас будет изменяться static mesh и количество очков которые мы установим будет вводиться в текстовом компоненте поверх пикапа дополнительно для фана добавим простенькую не агара систему которая будет спауниться когда мы будем забирать пикап и отдельно поработаем с интерфейсами создадим базовый класс худо и также несколько виджетов которые будут вводиться информация по очкам подобранных нами пикапов и выглядеть это будет следующим образом пикапы размещены на сцене с некоторыми весами очками а слева внизу вводится интерфейс которым отображается статистика по подобранным пикапом выбираем куб и к нам массив записывается 50 очков выбираем сферу записывается 70 конус большим значением не подбирается сейчас покажу почему с маленьким подбирается и еще один куб подбирается и количество очков куба увеличивается на 300 конус большим значением у нас не подбирался поскольку у нас будут дополнительные ограничения на количество очков которые мы можем записать в наш псевдоинвентарь и данное ограничение лимиты настраиваются в компоненте инвентаря у конуса сейчас стоит 70 поэтому конус 60 очками добавлялся а вторую которую было 300 с чем-то не добавлялся если поставим 600 то мы сможем взять два конуса потому что сумма 381 меньше чем 600 и так два дисклеймера перед тем как мы с вами начнем первый это элементарная модель псевдоинвентарь то есть не какой-то не настоящий инвентарь и данный код нам нужен исключительно для того чтобы продолжить тему тестирования и как мы увидим в следующем уроке даже такой простой код можно неплохо тестировать и в качестве учебного примера это то что нам нужно и второй дисклеймер для тех кто не знаком с и плюс плюс программированием в анрил данный урок может показаться немного тяжеловатым текущий модуль посвящен тестированию а тестирование предполагает что более-менее во фреймворке мы программировать умеем но тем не менее я постарался в данном уроке все вещи максимально подробно проговаривать поэтому желаю всем приятного просмотра и так приступаем к лекции начнем с добавления базового си плюс плюс класса пикапа переходим все плюс плюс класса если директории си плюс плюс класса меня отображается то идем в объем шанс контент браузере и включаем ее кликаем правой кнопкой мыши в контент браузере выбираем новый си плюс плюс класс будем наследоваться от класса актер это самый база класс который может быть добавлен в мир игры назовем наш класс теперь с inventory item можно назвать пикап можно назвать еще как-то это на ваше усмотрение и положим наш класс уже существующую директорию items мы создавали в предыдущем уроке для класса батарейки и завершаем создание класса нажав на кнопку create класс сфокусировалась visual studio нажимаем reload all стоп дебаггин эдитор нам какое-то время не понадобится поэтому его можно закрыть наш класс добавился в дерево solution открываем себе пи файл и давайте его как обычно вычистим на самом деле можно поменять шаблон актора в движке я в каком-то из видео данного курса показывал как это сделать поскольку генерируется много лишнего кода который только отвлекает сути к актерам использовать не будем поэтому канавер тик можно установить фолз переходим заголовочный файл также чистим все комментарии удаляем бегим play и также удаляем объявление функции тик объект нашего класса будет представлять собой единицу инвентаря он будет хранить себя некий тип тип геометрической фигуры и также вес или стоимость некое число чтобы механику аккуратно реализовать нам потребуются дополнительные элементарные типы мы с вами объявим в отдельном заголовочном файле поскольку мы их будем использовать в различных классах нашего проекта в том числе и тестах называем заголовочный файл tps types также проверяем местоположение файла по умолчанию visual studio устанавливает папку intermediate поскольку в ней генерятся все временные файлы вижу студии нам необходимо указать директорию source tps заголовочный файл добавился давайте сразу подключим его core minimal заголовочный файл который подтягивает все примитивные типы движка и также нам потребуется дополнительно include который добавляется автоматически если мы генерируем класс через unreal editor этот заголовочный файл имеет вид название текущего заголовочного файла . generated.h и должен он уйти самым последним в списке всех инклюдов при старте компиляции unreal header tool это внутренняя утилита движка можно сказать это некий парсер при процессор по данному инклюду определяет что в данном заголовочном файле используются макросы движка и после этого генерирует весь необходимый для данных макросов код и записывают их данный файл generated.h итак тип нашего инвентарь а это будет задаваться с помощью и нам а если мы хотим использовать всю мощь и нам of анрила том числе это чтобы данный нам был доступен блюпринтах необходимо поверх обычного объявления нам а указать макрос уеном а параметр макроса blueprint type как несложно догадаться отвечает как раз за то чтобы данный нам был доступен в эдитаре блюпринтах у нас будет три элемента и нам а это сфера куб и цилиндр далее мы создадим внутренний член класса для нашего инвентаря item который будет иметь тип данного нам а и зависимости от значения данного члена класса мы будем изменять внешний вид нашего актора то есть устанавливать соответствующий static mesh и второй тип данных который нам потребуется это структура макрос для структуры аналогичный инаму называется он юстракт и необходимо также передать параметр blueprint type чтобы структура была доступна в блюпринтах назовем наш тип inventory data перед типами анриловских структур необходимо указывать префикс f а перед инамами префикс и это требование движка поскольку на это завязана некая кода генерации также в объявлении нашей структуры необходимо добавить макрос дженер этот юстракт body также необходимый мета обвес для структуры нашей структуре будет два поля сделаем их и у property они также будут доступны в блюпринтах первый спецификатор укажем edit anywhere а второй через запятую blueprint read write то есть данное поле в блюпринтах будет открыто и на чтение и на запись первое поле будет отвечать за тип инвентаре поэтому указан только что в созданный нами я инвентаре item type назовем наше поле просто type второе поле будет отвечать за очки за вес нашего элемента инвентаря это будет целое число поэтому используем тип in 32 и назовем наше поле скор и давайте сделаем в нашем конкретном случае чтобы данное поле не могло принимать отрицательные значения хотя бы в блюпринте спецификация выдумывается на ходу поскольку весь этот код нам нужен будет исключительно для тестирования и так чтобы обезопасить себя а в первую очередь game дизайнера чтобы он случайно не установил отрицательное число в поле скор мы воспользуемся параметром мета информации который называется кламп мин и через оператор равно ему необходимо указать минимальное значение которое может принимать данное поле при желании можно давайте ограничение сверху соответствующий параметр называется кламп макс приступаем к проектированию нашего класса inventory item создаем секцию protected объявим основной компонент который будет отвечать за взятие inventory item это будет компонент сферической коллизии при его пересечении нашим персонажем будет генерироваться события на которые мы можем подписаться и запрограммировать в коллбеке всю необходимую нам логику объявляем указатель на данный компонент тип компонента юсфер компонент называем наш указатель коллежим компонент заголовочный файл в котором находится данный компонент мы подключим cpp файле а в текущем заголовочном файле сделаем его forward declaration далее объявляем наш основной член класса inventory item он также будет и у property данный член класса будет отвечать за тип нашего inventory item и за количество очков которые он хранит то есть будет иметь тип f inventory data который мы с вами только что создали в нашем новом заголовочном файле теперь стать который необходимо подключить чтобы компилятор понял что данный тип действительно существует поэтому давайте подключим теперь с тайпс подключаем его где-нибудь вверху главное чтобы он был подключен перед файлом . джин и рейты . аж данного актора и так наш второй property будет иметь тип f inventory data и назовем его просто inventory data так только давайте компонент напишем с большой буквы реакцию на коллизию можно сделать по-разному можно подписаться на соответствующий делегат компонента а можно переопределить функцию которая находится в базовом классе актора называется на notify actor begin overlap она виртуальная находится в секции public и данная функция вызывается когда происходит overlap то есть физическое пересечение некого объекта в мире с одним из компонентов текущего актора я к виртуальным функциям которые переопределяют добавляю overwrite на самом деле это не обязательно функция и без overwrite будет переопределена просто это такой мой стиль я создал тело функции notify actor begin overlap и в заголочном файле мы с вами на самом деле уже закончили первое с чего мы начнем себе файле это с подключение необходимых нам заголочных файлов нам потребуется заголочный файл полна это база класс которым мы как пользователи можем управлять и скоро мы узнаем зачем нам нужен полн и второй заголочный файл это непосредственно сфер компонент находится он по адресу компонент сфер компонент из создания данного компонента коллизии мы с вами и начнем будем создавать в конструкторе класса функция для создания компонентов называется create-default sub-object это шаблонная функция в качестве параметра шаблон необходимо передать тип объекта который мы хотим создать мы хотим создать сфер компонент и в качестве аргумента данная функция принимает строку это произвольно имя компонента давайте назовем его сфер компонент давайте для контроля качество поставим акрос чек то есть проверим что компонент создался конечно если после вызова create-default sub-object указатель нулевой то с большой вероятностью это произошло потому что у вас закончилась память в системе и в целом игра уже будет невалидно и давайте установим некоторые параметры нашей коллизии 1 установим радиус нашей сферы пусть будет 30 юнитов и далее настроим параметры физической реакции нашей коллизии первая функция которая нам нужна set collision enabled функция имеет один параметр это и нам который имеет тип я collision enabled мы передадим элемент который называется кури он ли при данном значении наша коллизия будет реагировать на другие коллизии но никакого физического взаимодействия между ними не будет коллизии можно установить свой собственный канал то есть некий фильтр и в зависимости от этого значения коллизии могут реагируют друг на друга по-разному мы с вами установим реакцию на все каналы одинаковую для этого существует специальная функция которая называется set collision response to all channels который принимает один параметр который также и нам и имеет тип я collision response и передадим его элемента верлап это означает что все другие коллизии свободно могут проходить сквозь нашу и мы можем отлавливать эти события пересечения и также укажем что данный компонент корневой в дереве компонентов актора для этого воспользуемся функции set root component и передадим туда указатель на коллижен компонент и так с конструктором мы закончили переходим функцию notify actor begin overlap и начала не забываем добавить вызов родительской функции notify actor begin overlap используем ключевое слово супер это просто дженерик алиас на базовый класс текущего актора и в данном конкретном случае это просто type dev на класс а актор и так у нас возникло событие пересечения и в качестве параметра пришел указатель на актор который пересек наш inventory item минимальный тип класса на который мы будем реагировать будет паун поэтому необходимо скастить данный указатель к типу а паун charter является пауном он от него наследуется можно указать в целом класс и а чар актор и даже наш конкретный класс теперь с чар актор но лучше всегда костить к самому минимальному типу и в этом случае если коллизию пересек паун то просто будем уничтожать объект вызвав функцию destroy актора и на самом деле присваивание мы можем убрать в данном случае подыв то есть будет сначала каст если указатель не нулевой вызовется destroy то есть так на одну строчку будет меньше кода давайте перейдем в эдитар кодумы еще естественно вернемся логика не закончена итак у нас ошибка компиляции так я передал неправильное имя указателя называется он а за актор итак код успешно скомпилировался открылся эдитар и в директории items отобразился наш си плюс плюс класс давайте создадим дополнительную поддиректорию контент-браузере назовем ее инвентаре и создадим блюпринт наследника си плюс плюс класса к имени просто добавим префикс бипи нижнее подчеркивание и создадим блюпринт под директории инвентаре создался блюпринт наследник нашего си плюс плюс класса и мы видим что создался компонент сферической коллизии также в панели details справа можно найти наш радиус 30 юнитов collision enabled имеет значение query only и на все каналы реакция overlap весь функционал для работы пикапа у нас находится в си плюс плюс а визуальная часть будет находиться в блюпринтах то есть целом мы можем также и static mesh создавать си плюс плюс но дизайн может меняться пикапа и опять же это детали реализации то есть как он будет выглядеть нас не интересует главное чтобы его можно было взять и после этого произвести какие-то действия с данными добавляем компонент static mesh установим какой он конкретный mesh сделаем это в property static mesh открываем combo box в списке имеется меш из контента tps шаблона и также у меня включена опция show engine content который добавляет дополнительные меши эдитора поэтому устанавливаем чекбокс show engine content в true и выбираем куб у которого размер approc size 100 на 100 на 100 юнитов один юнит это один сантиметр соответственно физический объем куба один метр кубический я его немного заскейлю изменю размер в два раза поэтому в панель details scale вводим 0.5 так это первая сущность которая нам необходима и также у нас будут очки у нашего пикапа поэтому добавим компонент text renderer который будет отображать значение очков давайте поменяем координату по z так я тяну куб необходимо выбрать text renderer и пусть будет относительно координата по z 40 юнитов давайте изменим текст в property text напишем 0 и также горизонтальное выравнивание горизонтал alignment ставим по центру такой простенький вид пикапа еще раз повторяю что внешний вид это детали реализации например цифру можно запихнуть и в материал static mesh или вообще сделать пикап с помощью системы частиц нас это особо как программистов не волнует давайте создадим какой-нибудь элементарный материал назовем его m-base color чтобы у пикапа был какой-нибудь цвет нажимаем на клавиатуре 3 кликаем в любой области блюпринта добавляем трехкомпонентный вектор подсоединяем в base color и также делаем его параметром называем его color сохраняем наш материал также закроем ненужные нам вкладки возвращаемся в блюпринт нашего inventory item и в static mesh устанавливаем только что созданный нами материал base color базовый сетап готов теперь сделаем так чтобы static mesh изменялся в зависимости от типа нашего inventory item и также соответственно изменялся текст в зависимости от значения поля score переходим на вкладку construction script состояние пикапа хранится в нашей структуре inventory data у нас имеется специальный член класса с данным типом кликаем на пине правой кнопкой мыши выбираем split struct pin чтобы не вызывать дополнительную ноду break и в зависимости от inventory data type давайте проставлять различные static mesh нашему static mesh компоненту проще всего это сделать с помощью шаблона select это generic нода который работает по сути как tmap то есть ключ у нас элементы NAMA а тип значения может быть любой в нашем случае это будет static mesh вызываем функцию static mesh которая называется set static mesh соединяем pin return values new mesh и после этого инстанционировался шаблон select то есть тип значения задался static mesh под каждым элементом NAMA имеется combo box то есть мы можем напрямую выбрать необходимый нам static mesh для каждого элемента NAMA для типа сферы у нас будет соответственно сфера находим static mesh у которого опрок size 100 на 100 на 100 для куба указываем соответственно тот куб который мы выбрали по дефолту и также находим и устанавливаем цилиндр с такими же габаритами и таким образом при вызове construction script у нас будет устанавливаться соответствующая геометрическая фигура следующая наша задача это отобразить количество очков то есть поле score через компонент text renderer вызываем функцию компонента которая называется set text входной параметр value имеет тип f text и нам необходимо наш score типа in32 преобразовать в f text делается это автоматически создается нода преобразования текст двойной клик на нити добавляет специальный pin точку для ее выравнивания по сути это просто контрольная точка для кривой безе и после этого давайте установим какой-нибудь цвет нашему материалу копируем указатель на static mesh для установки параметра у материала он должен иметь material instance dynamic поэтому нам необходимо в этом убедиться вызываем функцию create dynamic material instance которая проверит является ли материал динамическим и если нет создаст динамический материал и его установит если является то просто установит в source material необходимо установить наш base color и также указатель на установленный динамический материал возвращается в return value у material instance dynamic имеется функция setVector параметр value с помощью данной функции мы установим значение параметра нашего материала color который отвечает за цвет материала value имеет тип f linear color давайте создадим дополнительный блюпринтовый член класса назовем его color palette в панели details справа поменяем тип установим linear color и также сделаем данный член класса массивом цвет можно генерировать абсолютно рандомно но чтобы он был все-таки более адекватным лучше это делать с помощью палет мы в массив color palette добавим некоторые цвета и вызовем функцию массива которая называется random данная функция возвращает случайный элемент массива и данный элемент передаем pin value добавляем в массив несколько цветов на самом деле существуют алгоритмы которые генерируют палеты то есть набор цветов которые смотрятся друг с другом гармонично мы с вами так заморачиваться не будем просто забьем наш массив некоторыми цветами четыре цвета нам вполне достаточно компилируем наш blueprint и так в целом пикап готов давайте посмотрим как он выглядит открываем viewport кстати каждый раз когда мы компилируем blueprint вызывается construct script поэтому у нас меняется цвет геометрия и текст не меняются поскольку по умолчанию типы нам у нас сфера а скор равен нулю можно найти наше property inventory data поменять значение и проверить что все работает construct script также срабатывает при изменении любого property в blueprint изменять значение inventory data мы будем с вами на сцене у конкретных инстансов объектов данного blueprint класса поэтому по умолчанию оставим сферу и ноль давайте создадим несколько объектов данного класса инстанцинируем объекты перетаскиваем блюпринта во viewport и настраиваем данные у каждого из объектов выделяем его на сцене либо справа world all binary и в панели details проставляем каким-то значениям первый объект пусть будет куб со значением 50 второй пусть будет цилиндр со значением 30 третий объект пусть будет сферой значение элемента инама не меняем скоро установим 70 и четвертый объект пусть будет куб нам какое-нибудь большое значение пусть будет 300 итак у нас имеется 4 объекта 2 куба сфера и цилиндр давайте их развернем чтобы текст был ориентирован к плеер старту точки где у нас спаунится наш персонаж и также при изменении property rotation у нас вызывается construct script поэтому цвет рандомно перегенерируется давайте запустим посмотрим что у нас уже работает итак мы можем подбирать пикапы при пересечении коллизии пауном вызывается событие оверлапа и соответствующий инвентарь айтем удаляется и с кубами есть небольшая проблема поскольку у static меша также имеется коллизия и он немного выпирает из нашей сфер коллизии поэтому мы можем просто отключить коллизию у static меша самый простой способ это установить приезжает но у коллижен давайте проверим еще раз запускаем игру подбираем цилиндр сферу и куб без проблем берется поскольку коллизию у static меша мы только что отключили итак инвентарь айтем готов давайте для фана добавим Niagara систему при взятии пикапа правой кнопкой мыши в категорию fx и в самом конце списка выбираем ассет Niagara system создадим из шаблона выбираем simple explosion назовем наш ассет Niagara system нижнее подчеркивание explosion мы с вами дизайнить никак не будем просто заспауним переходим в наш blueprint inventory item на event graph и переопределим события end play то есть будем спаунить спецэффект при удалении актора со сцены статическая функция которая спаунит Niagara систему называется spawn system at location находится на функциональной библиотеке Niagara в качестве параметра функции необходимо передать непосредственно указатель на Niagara систему и также специализируем точку в 3d пространстве в которой мы хотим заспаунить данную систему вызываем функцию get actor location которая возвращает текущую локацию inventory item запускаем игру и при взятии inventory item у нас спаунится Niagara система из шаблона также давайте удалим со сцены dev actor это актор в котором мы с вами тестировали последовательность Fibonacci чтобы она на экран не выводилась и так inventory item готов давайте теперь создадим компонент инвентаря в котором будем сохранять данные о inventory item который мы с вами подобрали то есть будем суммировать количество очков по типам inventory item для этого мы создадим отдельный actor component переходим в c++ классы tps создаем новый c++ класс и будем наследоваться от класса actor component назовем наш дочерний класс tps inventory component и дополнительно положим его в поддиректорию components нажимаем на create класс нажимаем на reload all stop debugging убиваем editor и так создался компонент давайте его также почистим функция тик нам не нужна можно удалить функцию begin play оставим она нам понадобится удаляем лишний комментарий и начнем с того что подключим заголовочный файл с нашими типами первое что нужно сделать это создать хранилище для нашего инвентаря объявляем секцию private конкретно в нашем случае удобно создать ассоциативный массив tmap это шаблонный тип который хранит данные в виде ключ значения тип ключа у нас будет e-inventory item type а типом значения будет integer элемент значения у нас будет отвечать за сумму пикапов определенного типа который мы подобрали и назовем член класса просто inventory так я кстати описался в имени типа inventory item type пропустил одну букву n давайте это подправим в inami также в структуре и последнее место это tmap нашего компонента итак у нас есть ассоциативный массив с инвентарем теперь нам нужно каким-то образом добавить туда данные нам необходима public функция add item будем передавать объект inventory data на самом деле можно и напрямую число передавать скор конкретно в нашем случае это без разницы но если логика будет усложняться и какие-то поля еще будут добавляться в inventory data лучше передать сразу объект и также давайте сделаем так чтобы не всегда можно было добавить inventory item чуть попозже усложним здесь логику станет понятно зачем нам такая функция конкретно сейчас она у нас будет проверять что скор больше либо равно нуля то есть это некоторая функция которая возвращает булевое значение в зависимости от которого мы определяем можем ли мы добавить элемент в инвентарь или нет такого подхода есть недостаток поскольку обе функции публичные и кто-нибудь может вызвать функцию add item без проверки с помощью функции can add item то есть если мы так оставляем то необходимо данный момент хорошо задокументировать но можно сделать и по-другому можно объединить данные функции в одну и переименовать функцию в try to add item то есть функция будет и проверять что данный пикап можно добавить и соответственно его добавлять в случае выполнения всех условий ну то есть некий компромисс хотя функция также имеет недостаток поскольку функция выполняет два действия нам сейчас на самом деле без разницы мы остановимся на втором варианте модификатор конс кстати мы добавить не можем поскольку функция будет изменять состояние объекта и также создадим blueprint функцию которая будет возвращать количество очков определенного типа айтома эта функция нам потребуется для вывода данных пользовательский интерфейс виджеты используем макрос you function чтобы функция стала доступной в блюпринтах используем параметр blueprint callable либо blueprint pure без разницы функция будет возвращать in32 назовем ее get inventory amount by type то есть она будет возвращать просуммированное количество очков определенного типа пикапов которые мы подобрали и поэтому у нее будет один параметр типа inventory item type и указываем модификатор конст состояние объекта на изменять не будет она просто будет выдавать число это все что нам необходимо задекларирует в заголовочном файле давайте создадим тело для каждой из функций переходим в единицу трансляции в cpp файл также необходимо все почистить удаляем ненужные комментарии тик нашему компоненту не нужен ставим false begin play оставляем он нам чуть попозже пригодится для определенной логики и функцию тик удаляем и так приступаем к реализации наших функций начнем с get inventory amount by type она самая простая то есть клиент запрашивает у нашего компонента количество очков которые соответствуют определенному типу вызываем булевую функцию contains типа tmap в качестве параметра она принимает ключ и возвращает true если данный ключ в tmap существует если существует то мы воспользуемся оператором квадратной скобки и вернем значение которое соответствует данному ключу если же ключ не был найден то просто вернем 0 что в целом логично для значения по умолчанию далее переходим в нашу основную функцию try to add item и вначале проверяем что у объекта с которым вызывается наша функция значение score больше либо равно нуля если оно меньше то мы просто возвращаем false что означает что данный пикап мы подобрать не можем можно конечно сделать что и отрицательные числа будут валидными все зависит от спецификации от дизайна вашей игры далее аналогичным образом вызываем функцию contains на вход передаем тип который находится в объекте data и если в tmap данного ключа не существует то мы просто его добавим со значением 0 своего рода отложенная инициализация и после этого мы можем вызвать оператор квадратные скобки у нашей tmap в данной точке программы ключ уже точно существует он либо там существовал до либо мы его с вами проинициализировали выше воспользуемся оператором плюс равно и добавим текущему значению score который находится в объекте data то есть значение ассоциативного массива у нас находится сумма всех inventory а этому в которую мы подобрали добавление в инвентарь прошло успешно поэтому мы возвращаем true на самом деле можно сделать и по другому наш ассоциативный массив мы можем проинициализировать на begin play то есть добавить все ключи в tmap и проинициализировать каждое значение 0 что нам это дает а дает нам это следующее мы можем убрать все проверки на наличие ключа в нашей tmap поскольку мы каждый ключ проинициализировали 0 и также можем упростить try to add item также можно добавление ключей сделать цикле то есть пройтись по всем элементам инама и добавить их в inventory это нас избавит от зависимости добавления, удаления, изменения ключа если у нас изменились элементы в самом инаме как сделать цикл по инаму я покажу в данном уроке чуть попозже но мы с вами будем использовать отложенную инициализацию поскольку со следующего урока мы начинаем тестирование u-object и конкретно к begin play у нас доступа не будет и на этапе следующий урок у нас будут проблемы если мы проинициализируем мэпу на begin play на этом пока с компонентом все давайте его создадим в классе tps-character добавляем forward declaration объявим компонент в секции protected можем создать свою секцию чтобы не запутаться поскольку куча кода и шаблона никто нам не запрещает добавлять protected public private несколько раз создаем property добавим спецификатор blueprint read only на blueprint график таким образом будет доступен только getter данного компонента объявляем указатель на наш компонент называем указатель inventory component и теперь нам нужно его создать поэтому переходим в cpp файл добавим заголовочный файл нашего компонента и давайте создадим объект нашего компонента делаем это конструкторе tps-character где-нибудь в самом низу используем функцию createDefaultSubObject в качестве параметра шаблона передаем тип нашего компонента не забываем префикс you и назовем его просто inventory component setup attachment ему делать не нужно поскольку это actor component то есть чисто логический компонент у него нет сцены нет трансформации поэтому в дерево объектов компонентов его добавлять не нужно итак компонент мы создали и теперь им необходимо воспользоваться давайте скопируем заголовочный файл нашего компонента переходим tps-inventory-item вставляем include и давайте допишем логику функции notify actor begin overlap итак мы скастили actor пауну то есть только у паунов и их наследников имеется возможность подобрать inventory item после этого мы можем проверить имеется ли у пауна компонент inventory component сделать это можно с помощью функции актора который называется findComponentByClass функция шаблонная в качестве параметра шаблона передается тип компонента мы естественно передаем tps-inventory-component и если компонент найден то есть указатель infcomp не равен нулю то мы можем воспользоваться данным компонентом также функцию destroy переносим под if и воспользуемся мы естественно нашей функцией tryToAddItem и передадим в нее данные которые находятся в нашем объекте inventoryItem то есть объект inventoryData и если функция tryToAddItem возвращает true то score был добавлен и мы можем вызвать функцию destroy то есть логика суперэлементарная мы кастим пришедший актор к пауну находим компонент пытаемся добавить если все эти условия выполняются то уничтожаемся давайте запустим editor посмотрим что у нас получилось наш блюпринт inventoryItem немного сломался поскольку мы изменили имя типа инама подправили букву n давайте так же поставим сохранение блюпринтов при успешной компиляции он success only и мы видим что нода select немного сломана элементы инама отображаются как option давайте ее пересоздадим и так же заново переназначим все static mesh открываем viewport все мы починили блюпринт так же еще один момент который забыл показать мы с вами у score ставили clump min поэтому меньше нуля данное значение в блюпринтах установить не получится но функции try to add item проверка на отрицательные числа не помешает поскольку ее можно вызвать не только из блюпринтов давайте запустим игру посмотрим что у нас ничего не сломалось в чарктере имеется компонент везде score больше нуля поэтому у нас все подбирается логирование мы не добавляли поэтому сейчас не понятно сколько очков по каждому типу давайте сразу создадим юзер интерфейс и будем все это отображать создаю дополнительную поддиректорию уай начнем мы с класса худа в котором будем создавать все виджеты все мы сейчас сделаем в блюпринтах поскольку так быстрее и для нас это на самом деле несущественная часть для тестирования нам необходимо указать наш блюпринтовый класс в world setting но так как в tps шаблоне геймод по умолчанию плюсовый другие классы мы настроить в эдитере не можем поэтому давайте создадим блюпринт наследника данного геймода положим его в корень в директорию контент то есть это просто класс обертка вокруг c++ класса и если его указать в геймсеттингах то другие классы также можем переопределять устанавливаем hood класс в bp-hood аббреватура hood расшифровывается как head-up дисплей давайте создадим основной виджет для нашего персонажа назовем его vbp то есть виджет блюпринт плеер и он будет создаваться в классе bp-hood открываем главный класс худа переходим на ивент граф создавать виджет будем на begin play функция которая создает виджет называется create виджет в качестве параметра указываем класс на основе который мы хотим создать виджет return value возвращает указатель на объект созданного виджета проверим что виджет добавляется в viewport разместим какую-нибудь кнопку запускаем игру кнопка появилась плеер hood виджет это мастер виджет нашего плеера здесь будет выводиться информация о статистике инвентаря и чуть попозже в последующих уроках мы также сделаем жизни нам потребуется два дополнительных виджета один будет общий контейнер для статистики инвентаря назовем его vbp-inventory а второй виджет будет представлять собой строчку статистики инвентаря назовем его inventory row начнем с верстки виджета inventory row открываем его добавим базовый корневой элемент контейнер где будут храниться текстовые поля горизонтал бокс перетаскиваем его в canvas panel и установим property size to content в true далее добавляем текстовые поля одно поле будет отвечать за название элемента инвентаря а другое за очки добавляем их горизонтал бокс и также перетащим элемент спейсер который добавляет пустое пространство между элементами установим property size значение x в 30 у первого текстового блока изменим property text напишем inventory name нажимаем enter а второму текстовому блоку изменим property text на 0 компилируем виджет хотя это можно сделать и попозже сделаем наши текстовые поля переменными чтобы они были доступны на blueprint графе виджета устанавливаем из variable в true и также изменим имя переменных по которым мы будем обращаться к данным полям второй текстовый блок назовем inventory amount text у первого также устанавливаем property из variable в true и назовем его inventory name text такой вот простенький дизайн компилируем blueprint переходим на event graph виджета кликаем справа на граф и создадим дополнительный член класса данного виджета в котором будет храниться тип инвентаря добавляем новую переменную называем ее inventory type в панели details меняем тип данной переменной находим наш inventory item type и создадим set функцию через которую будем устанавливать данный тип назовем ее set inventory type у нее будет один параметр необходимо необходимо в панели details нажать на плюс в секции input назовем параметр type и установим также тип нашего инама inventory item type и соответственно в самом начале присваиваем переменной inventory type значение которое пришло в параметре функции и нашему текст блоку который отвечает за имя инвентаря необходимо установить соответствующий текст воспользуемся функции set текст и нам в текст напрямую преобразовать нельзя но мы можем преобразовать и нам стринг и после этого стринг в текст либо можем создать свою собственную функцию которая это делает напрямую например в какой-нибудь blueprint library и так строчку почти доделали давайте теперь динамически ее создавать в нашем основном виджете инвентаря vbp-inventory здесь основной контейнер будет verticalbox добавляем его под canvas сразу можем задать данному verticalbox имя пусть будет inventory-container и также необходимо сделать его переменной из variable и задача у нас следующая в зависимости от количества элементов в нашем инаме нам необходимо динамически создать такое же количество виджетов inventory-row и все их добавить в наш inventory-container и в результате должна появиться таблица строчки я добавил вручную для демонстрации давайте их удалим и создадим динамически переходим на blueprint graph будем создавать нашу таблицу при вызове функции construct на самом деле можно сделать это на события но на construct в целом нам подходит если ввести в поиск имя инама в нашем случае это inventory то можно увидеть что имеется generic нода который называется for each и имя типа инама эта функция итерирует по всем элементам инама чуть попозже мы посмотрим как это можно сделать в c++ итак для каждого элемента нам необходимо создать виджет строки с помощью функции createWidget виджет устанавливаем класс объекта который мы хотим создать и после создания нам необходимо добавить его в наш вертикл бокс в инвентаре контейнер функция называется addChildToVerticalBox и указатель на объект виджета передаем в pinContent и ноды также соединяем и после этого нам необходимо устанавливать тип для нашей строчки с помощью функции setInventoryType нода createWidget шаблонная поэтому возвращается объект класса который мы передали в параметре нам кастить ничего не нужно можем напрямую вызвать setInventoryType и в качестве параметра передаем InValue то есть текущее значение элемента InValue при итерации ничего сложного нет мы обходим все элементы InValue создаем для каждого элемента InValue виджет строчки добавляем его в наш VerticalBox InValue и после этого устанавливаем элементы InValue конкретно строчки переходим в виджет плеер худа и давайте перетащим на canvas наш основной виджет инвентаря который собственно и создает строчки сделаем выравнивание от левого нижнего угла также обнуляем параметр positionx positiony виджет вышел за границы канваса поменяем якорь установим alignment по у в единицу и сделаем небольшие маржины отступы слева и снизу позицию по x ставим в 50 а по y в минус 50 и как у всех предыдущих виджетов ставим size to content в true компилируем наш виджет давайте посмотрим что у нас получилось открываем нашу карту запускаем игру и слева внизу вводятся имена элементов нашего инвентаря сфера куб и цилиндр все корректно очки пока что у нас не добавляются сейчас мы это с вами запрограммируем переходим виджет inventory row который отвечает за строчку и для текстового поля inventory amount текст давайте сделаем бинт это специальный механизм который позволяет обновлять значения property в виджете в нашем конкретном случае property является текстом автоматическое имя присвоенное функции выглядит ужасно поэтому я его немного причешу и так что нам нужно сделать у нас имеется тип инвентаря и соответственно с помощью нашей функции компонента инвентаря мы можем получить текущее значение очков данного типа для начала нам необходимо получить указатель на pound виджет их за это отвечает функции getowning player pound после этого проверяем указатель на валидность можно воспользоваться макросом из валид макрос просто оборачивает проверку if а функция из валид возвращает true когда указатель на объект ненулевой и так же его флаг ispending kill равняется false что фактически означает что на объекте не была вызвана функция destroy поскольку очистка памяти в анриле происходит не сразу а лишь после вызова garbage collector далее необходимо получить указатель на компонент инвентаря а воспользуемся функции find component by class которая также доступна в блюпринтах указываем в качестве параметра класса наш класс tps inventory component также проверяем указатель на валидность и остался последний шаг нам необходимо воспользоваться нашей функции get inventory mount by type которую мы сделали доступной в блюпринтах и в качестве параметра передаем ей значение переменной inventory type данная функция возвращает количество очков поэтому мы возвращаемое значение устанавливаем в текст и соединяем последнюю ноду из валид с return node также ее скопируем и если какой-нибудь из указателей нулевой то будем вводить просто ноль так код готов компилируем переходим на карту запускаем игру подбираем сферу у которой 70 и в инвентаре отображается напротив сфер 70 куб 300 еще один куб 350 и цилиндр 30 так все работает отлично давайте немного усложним логику нашего компонента наложим ограничения на каждый из элементов инвентаря и при взятии inventory item будем проверять можем ли мы добавить соответствующее ему количество очков или нет если нет то inventory item персонаж подобрать не сможет опять же спецификация придуматься на ходу такие навороты нам нужны для того чтобы потом было интересней все тестировать поэтому можем закрывать editor сохраняем все изменения итак переходим заголовочный файл нашего компонента инвентаря давайте в секцию protected добавим новое property в котором будем устанавливать лимиты для каждого элемента инвентаря данное property будем устанавливать в блюпринте характера добавляем спецификатор edit defaults only и так же blueprint read only то есть на event графе мы его поменять не сможем типу лимитов будет абсолютно такой же как у самого инвентаря то есть это ассоциативный массив с ключом inventory item type и со значением in32 которые будут ограничивать максимально возможное суммарное значение score назовем property inventory limits и давайте поменяем логику в cpp файле нашего компонента переходим в функцию tryToAddItem убираем наш оператор плюс равно изменяем его просто на равно и сейчас поймем что мы должны записать в наш инвентарь создаем локальную переменную nextCore и запишем в нее сумму текущего значения очков элемента инвентаря со значением очков которые пришли в объекте параметра и если это сумма больше значения лимита которое соответствует этому же типу то мы inventory item не можем добавить в наш инвентарь и выходим из функции со значением false inventory item также не добавится если у нас местечко есть но финальная сумма превышает лимит то есть если у нас в инвентаре 90 очков лимит 100 мы хотим подобрать inventory item со скор 150 то в данном случае также выйдем со значением false и обращаю внимание что я не вызываю функцию contains в inventory limits как мы это делали с inventory я естественно это делаю специально давайте посмотрим что произойдет запускаем editor итак давайте откроем блюпринт нашего charter выбираем наш inventory компонент и в панели details видим появилась наша новая property inventory limits ассоциативный массив пустой и кстати со спецификатором blueprint retonely который мы указали кстати у компонента тоже мы видим что доступен только getter данного компонента и то же самое для нашего property inventory limits только get функция таким образом значение с данной мэпы на blueprint графе можно только считать записать туда ничего не получится таким образом blueprint программисты никак не испортят нам жизнь если мы будем о себе заботиться и все спецификаторы проставлять с умом итак наш ассоциативный массив не заполнен запускаем игру и вначале у нас все естественно нормально до тех пор пока мы не попытаемся взять какой-нибудь item и мы вываливаемся в assertion в check сразу понятно в чем ошибка мы обратились к несуществующему ключу и если мы нажимаем continue далее в более низкоуровневом коде возникает исключение и наша игра сломалась естественно мы также с вами можем воспользоваться функцией contains проверять установлен лимит или нет и в зависимости от спецификации можем возвращать всегда false а можем наоборот всегда брать этот item то есть рассматривать этот случай как неограниченный лимит например давайте разрулим данную ситуацию еще одним способом мы можем сделать проверку что у нас установлены лимиты на begin play то есть если мы забыли это сделать в блюпринтах мы узнаем об этом сразу как только игра началась а не в процессе игры с помощью исключения если помните чуть раньше я говорил что у нас будут проблемы первоначальных тестов с вызовом begin play поскольку мы начнем с тестирования данной проверки у нас проблем не будет поскольку begin play во первых не будет вызываться а во вторых inventory limits у нас protected член и в следующем уроке я покажу как мы их будем устанавливать с помощью кода для тестирования итак помним что виджете мы использовали специальную функцию ноду для итерирования по всем элементам инама давайте посмотрим как сделать то же самое при помощи c++ итак я написал цикл но непонятно до какого элемента нам итерировать для каждого инама на самом деле генерируется специальный класс который имеет базовый тип у инам и мы можем получить указатель на конкретно наш инам с помощью шаблонной функции static инам в качестве параметра шаблона ей передается тип инама и на самом деле если нажать f12 на static инам то мы пойдем в наш файл tps types generated.h и видим здесь данную шаблонную функцию базовый класс инама называется уинам в данном классе находятся различные вспомогательные функции для работы с инамами нам нужна функция наменамс которая возвращает количество элементов в данном инаме нам нужно добавить здесь минус 1 зачем нам нужно это сделать я покажу чуть попозже узнаем что за лишний элемент в инаме который нам нужно скипнуть напоминаю что элементы инама это целочисленные значения в нашем случае они идут по порядку от 0 до 2 поэтому в нашем цикле мы проходим по всем элементам нашего инама и в данном цикле мы можем проверить что все ключи у inventory limits которые соответствуют значениям элемента инама существуют и также дополнительно нам необходимо скастить индекс итерации цикла непосредственно к типу инама inventory item type создадим для этого локальную константу инам lm и с помощью стати каста приведем переменную i к типу inventory item type поскольку напрямую мы не можем передать функцию contains индекс i такой код просто не скомпилируется поскольку тип ключа у ассоциативного массива inventory item type и теперь с помощью макросетчек мы можем задать static assertion то есть проверить условия что соответствующий ключ в inventory limits существует для этого вызываем функцию contains который возвращает boolean значение и таким образом мы сразу поймем что какой-то ключ в inventory limits отсутствует более того мы можем воспользоваться макросом checkf который дополнительно умеет логировать сообщение и вывести имя элемента инама для которого забыли установить лимит строчка идет вторым параметром используем макрос-текст напишем что лимит для определенного элемента инам отсутствует используем спецификатор s для подстановки строки и последний параметр это непосредственно строчка которая подставится в наш спецификатор s назовем переменную инам элемн name и давайте ее сейчас создадим данная локальная константа она будет иметь тип f-string и имя элемента инама можно получить с помощью статической функции класса уинам который называется get value s-string и в качестве параметра она принимает элемент инама в нашем случае это инам элем и так же нам необходимо передать массив точаров а не строчку для этого используемся оператором звездочка если нажать на нем f-12 то можно убедиться что данный оператор класса f-string возвращает указатель на массив точаров и дополнительно давайте усилим наши условия сделаем так чтобы значение лимита было больше либо равно нуля и чтобы не загромождать check давайте выделим это условие также в отдельную константу назовем ее limit check condition первое условие будет проверять что ключ существует присваиваем его нашей константе также сразу передаем ее в check а второе условие будет проверять что значение лимита больше либо равно нуля также помним как работает двойной амперсант если первое условие не выполняется то второе просто не проверяется то есть в этом плане мы никогда здесь не схватим исключения что обращаемся к несуществующему ключу поскольку мы сразу в таком случае получим false по первому условию давайте посмотрим что у нас получилось запускаем editor так ошибка компиляции я забыл указать тип константы это буллин либо можно указать авто запускаемся еще раз открываем блюпринт с нашим персонажем выбираем инвентарь компонент нажимаем на плюсик добавляем элемент в наш ассоциативный массив есть кстати такой мини баг в эдитаре если мы нажмем на плюс еще раз то мы не сможем добавить ключ поскольку в ассоциативном массиве ключи уникальные и при добавлении нового элемента элементы нам а по умолчанию равняется нулю поэтому приходится вручную менять значение нам а чтобы добавить новый элемент в ассоциативный массив итак при таком раскладе у нас все нормально все лимиты установлены давайте удалим какой-нибудь элемент например куб чтобы протестировать наш код на begin play также можно установить какие-то рандомные значения компилируем блюпринт чарктера переходим на нашу карту запускаем игру и мы вывалились в наш ассершен и в логе можем видеть сообщение что лимит для куба не установлен то что нам нужно то есть на begin play мы уже знаем что какие-то данные у нас не установлены и плюс здесь никакого исключения не вызывается то есть мы можем нажать continue и продолжить и естественно это намного лучше что мы узнаем о проблеме при старте игры а не в ее процессе то есть у нас может быть какой-нибудь редкий инвентарь для которого забыли установить лимит и таким образом мы можем завалить вообще какой-нибудь длительный геймплей тест поскольку узнаем о данной проблеме только когда попытаемся его поднять итак я вернул ключ с кубом в нашу мэпу и прежде чем тестить лимиты давайте я покажу пока не забыл зачем мы добавили минус 1 поставим breakpoint в самом начале цикла нажимаем play нам нужно окно watch оно по идее должно быть открыто по умолчанию если нет то идем в debug windows и открываем любой watch то есть может добавить несколько окон и давайте посмотрим на внутренности объекта инф и нам добавляем его в таблицу watch нажимаем на enter открываем дерево нашего объекта нам необходим член класса names и как мы уже видим что количество элементов у него 4 хотя в нашем инаме их всего 3 то есть как и положено сфера куб и цилиндр и имеется последний четвертый элемент который называется inventory item type max который был добавлен в результате кода генерации и это на самом деле старый программистский трюк он используется не только в unreal но и во многих c++ проектах то есть это вспомогательный элемент который отвечает за количество элементов в нашем инаме на самом деле могли бы это учитывать и в самой функции нам и нам итак давайте проверять цилиндр берем первый куб берем сферу взять не можем из-за нашего значения лимита и то же самое со вторым кубом взять его не получится давайте изменим лимиты протестируем с другими значениями поставим например кубу 1300 у цилиндра 100 и у сферы 50 итак цилиндр взять можем куб взять можем сферу нет и второй куб теперь взять можем итак вроде все работает опять же если тестированием мы с вами бы не занимались то мы такие о вроде все работает можно коммитить фича готова но для нас с вами все только начинается поскольку нам данный коп теперь необходимо будет оттестировать забыл кстати сказать одну вещь про коллизии давайте откроем blueprint inventory item переходим в настройки collision компонентов в панель details для того чтобы события оверлапа срабатывали необходимо чтобы property generate оверлап events стояла в true если мы его поставим false то можем убедиться что данное событие не срабатывает понятно что настройка по умолчанию соответствует нашему желаемому поведению но лучше в конструкторе нашего класса это явно указать давайте закроем editor переходим в c++ файл inventory item и установим данное property через специальную функцию setter который называется set overlap events у нее один аргумент соответственно либо true либо false мы передаем true и так же давайте еще мини деталь подправим в компоненте вместо авто лучше указать явно тип в учебных целях в данном конкретном случае это более правильно так как это указатель можем дополнительно поставить чек и давайте сделаем последнюю вещь в данной лекции посмотрим какие изменения нужно сделать в нашем проекте если у нас добавляется новый тип айтема давайте добавим например конус еще один момент покажу у инамов имеется дополнительная мета информация которую мы можем переопределить и задать произвольное имя элемента инама который непосредственно будет отображаться в эдитере для этого нужно воспользоваться дополнительным макросом который называется уе мета и параметром макроса display name установим для сферы имя mycoolsphere и давайте тоже самое сделаем для куба а для элементов у которых мета информация не переопределена ничего не изменится давайте цилиндр и конус добавлять мета информацию не будем запускаем эдитер первое изменение которое нам необходимо сделать это донастроить ноду select также можно сразу заметить что поменялись отображаемые имена у элементов инама сферы и куба нам необходимо установить static mesh для нового элемента инама для конуса поиск его можно найти в контенте движка давайте пока мы находимся в конструкторе дополнительно усовершенствуем компонент текст рендерер установим цвет текста таким же как и цвет материала функция компонента текст рендерер называется set текст рендерер color и принимает она один параметр это цвет единственно нам необходимо записать цвет который вычисляется рандомным какую-то локальную переменную выбираем в меню promote local variable назовем переменную color to set и запишем в нее рандомный элемент массива перед вызовом всех функций которые устанавливают цвет передаем значение переменной функцию setVectorParameterValue и также ее необходимо передать в setTextRendererColor типы немного отличаются в анреле основные это fColor и fLinearColor и соответственно переменная color to set имеет тип fLinearColor а параметр функции fColor поэтому необходимо преобразовать объект color to set из одного типа в другой нода преобразования спаунится автоматически на этом с inventory item заканчиваем и если мы перейдем с вами в viewport то можем видеть что теперь цвет текста совпадает с цветом материала и второе что нам необходимо сделать это добавить inventory limit причем если мы забудем это сделать то на begin play вспомним об этом поскольку у нас там стоит с вами чек также необходимо опять поменять сферу на конус иначе editor не сможет добавить новый элемент в нашу мэпу значение лимитов для нас не важны ставим какое-нибудь рандомное значение все с charakterом закончили переходим на карту давайте добавим дополнительный пикап и установим ему конус перетаскиваем наш блюпринт открываем его панель details находим нашу inventory data устанавливаем конус и установим какое-нибудь значение для скорб пусть будет 60 и таким образом при добавлении нового элемента наш и нам необходимо сделать всего два изменения то есть добавить static mesh и также установить лимит и обратите внимание что интерфейс например нам трогать вообще не нужно поскольку у нас цикл по инаму и строчки в зависимости от его элементов конструируются динамически и чтобы в последующих уроках было повеселее я немного освежил дизайн я думаю всем понятный косплей давайте прям совсем быстро пробежимся потому что я добавил я в корневой директории контент создал под директорию materials перенес туда наш base color сделал на основе у него несколько material instance material instance можно создать кликнув правой кнопкой мыши на материале и выбрав create material instance как-нибудь можно его назвать после этого откроем blueprint выставляем чекбокс с нашим параметром color в true и устанавливаем произвольный цвет после этого сохраняем material instance и drag and drop можно перетащить на любой static mesh на сцене далее создал и импортировал простенькую png создал дополнительный материал который будет использовать декаль подключил текстуру base color и opacity и также самое главное material domain нужно поставить в декаль и blend mode в translucent после этого в нашем blueprint классе персонажа я добавил специальный компонент декали и приотачил его к skeletal mesh у нашего персонажа я не стал заморачиваться с добавлением цифр конкретно в материал так намного быстрее плюс для нас это лишь визуальная деталь после этого в компоненте устанавливаем property decal material и дальше можно поиграться с трансформацией выровнять данную цифру на спине персонажа и также если зайти в материал skeletal mesh персонажа то можно найти параметр body color который отвечает за основной цвет материала и еще один момент о том как можно быстро улучшить визуальную составляющую нашего взрыва мы можем импортировать starter pack в котором имеются системы частиц нажимаем add import add feature content pack переходим на вкладку контент паков выбираем starter content и нажимаем add to project после этого выбираем корневую директорию контент нажимаем на фильтры и выбираем particle system ассеты отфильтруются и останутся лишь система частиц и ассет explosion вполне нам подходит понятно что он сделал на каскаде то есть предыдущей версии редактора системы частиц но никто каскад пока выпиливать из unreal не будет поэтому можно им воспользоваться плюс как упражнение можно попробовать портировать данный эффект в ниагару и после этого в inventory item необходимо вызвать другую функцию которая называется spawn emitter at location выглядит она точно так же но относится к каскаду указываем так же локацию и выбираем наш emitter explosion компилируем запускаем игру и теперь вместо ниагары у нас будет спауниться каскад но выглядит это более симпатично взрыв я сохранять не буду чтобы не тянуть лишние ассеты в репозитории плюс сейчас мы с вами сделаем сборку чтобы время сборки не увеличивалось из-за новых ассетов поэтому я удалю директорию starter content закрываю editor и давайте запакуем нашу игру проверим что все у нас корректно давайте сначала это сделаем с помощью наших бат скриптов переходим в devops в package и давайте запакуем под target game напоминаю для тех кто только канал подключился скрипты мы делали в самых первых уроках данного курса итак упаковка прошла успешно все артефакты находятся в директории build запускаем exe файл нашей игры все наш проект успешно собрался все на месте пикапы берутся ниагара спаунится интерфейс работает и давайте также проверим что все отлично у нас в дженкинсе те кто использует дженкинс молодцы мы все это также разбирали в самых первых уроках но если вы хотя бы используете бат файлы это уже неплохо итак собираю проект commit у меня уже в репозитории открываем лог и на самом деле нам необходимо открыть лог нашей downstream работы поскольку работ нашей игры запускают ее просто с параметрами все сборка завершена в логе видим build successful и артефакты попали в директорию unrealtps game название нашего проекта под директорию 5 это собственно говоря номер нашего билда также проверим данный экзофайл все работает на этом урок заканчивается надеюсь было много полезной информации все исходники в открытом репозитории ссылка под видео если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь оставляйте комментарии никогда не думал что буду говорить эту фразу всем пока